Обсудим предложение правительства по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Это мое жесточайшее требование, я от правительства не отстану, пока мы не выработаем систему. Пожалуйста, индивидуальные предприниматели, кто они, чем они будут заниматься, какие налоги они будут платить, нельзя удушить инициативу людей. Ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек, он пишет картины, плетет, как я говорю, корзины или еще, делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать. И в том плане, послаблением налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством. Но не так, как у нас сейчас. У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели. От журналистов, к примеру, в море, до чиновников. Я много говорил по поводу этой сферы, и тут порядок надо доводить. Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах там еще как-то не было. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы и бизнесмены, и предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется, и обижаться не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг абсолютно недопустимо. Поставлена задача правительству все еще раз взвесить вместе с парламентариями, профильными ведомствами, местными органами власти комплексно проработать все аспекты. К этой теме надо подойти ответственно, предельно ответственно, проанализировать все риски для занятости, наполняемости бюджета и ситуаций в регионе. Если потребуются глобальные изменения в законодательстве, то необходимо наметить этапы его реформирования. Продолжение следует...